Привет, дорогие друзья, с вами Сова, мы начинаем нашу трансляцию по прекрасной игре Харстоун. И сегодня ночью буквально запустилось дополнение ГВГ, гоблины и гномы. Собственно, сегодня я вам расскажу, что это вообще такое, с чем это кушать и вообще как жить дальше. Смотрите, это новое дополнение, оно добавляет целый огромный комплекс карт, их 120 штук. Вот, пока они недоступны, вы их не можете купить, это будет возможность сделать 9 декабря. Вот, 8 декабря в Америке, 9 декабря в Европе. Вот, пока все карты эти добавлены в арену. То есть на арене вы можете спокойно эти карты уже поглядеть, пощупать. И, собственно, самая главная тема, что вам дается одна бесплатная арена, где вы можете пощупать, чтобы ее получить, вам нужно до 9 декабря начать играть одну арену. Это важно. Это важно. Вот, ну теперь давайте перейдем непосредственно к описанию патча. Ну, он довольно внушительный. Так, где он у нас? Вот здесь вот. Единственная проблема стала то, что игра сворачивается постоянно. Это косяк, видимо, такой. Побочный эффект, ну ладно, давайте так. Да, видите, как забавно. Обновление 2.0.1, взрывная... 2.0, точнее, взрывная арена. Вот, одно из таких еще основных дополнительных нововведений, что близо ввели так называемый режим зрителя. То есть вот здесь вот вы можете, собственно... Вот давайте пойдем к Black, сходим и посмотрим, как это вообще происходит. То есть вы просто нажимаете кнопочку «Присоединиться в качестве зрителя». Идет быстрая загрузка. Ищем хорошее место. Вот, и, собственно, за несколько секунд вы попадаете на арену. Вы можете видеть все, что происходит у человека за его столом. Он просто... Он увидит, в принципе... Точнее, вы будете видеть только его сообщения и остальное все. Остальное ничего не будете видеть. Вот. Блоктон слил. Вот, в общем, прекрасный... Прекрасный... Прекрасная вещь, которую давно уже нужно было добавить в Hearthstone. Вот. Это действительно выглядит очень круто. Так. Едем дальше. А, смотрите. Сами карты вы можете, в принципе, уже в вашей коллекции посмотреть. Вот. Они доступны очень просто. Нужно нажать на все наборы. Потом «Гоблины и гномы». И потом сношать кнопку «Включать карты, которые нельзя распылить». И, собственно, все эти карты вы можете наблюдать уже в своей коллекции. Можете почитать абсолютно все эти карты. Общие карты. Все их можно почитать, но с ними ничего нельзя сделать пока вообще. То есть, только смотреть, любоваться, читать описания. Ну, в принципе, эти описания уже и так давно доступны на просторах интернетов. Вот. Так что вы можете их посмотреть, в принципе. Проблемы-то никакой не должно возникнуть. Так, здесь все понятно. Комплект «Карт Эксперт» теперь называется классическими комплектами. Они по-прежнему доступны в магазине в режиме создания карт. То есть, смотрите, когда наступит 9 декабря, вот здесь вот появится просто набор новых карт «Гоблины и гномы». Вместо этого классического набора, это, собственно, старые карты. Вот здесь просто будет еще один пак. Здесь, на самом деле, смотрите, вместо под два пака еще будет. «Гоблины и гномы» просто будет новая картинка. Вы выбираете этот пак и, соответственно, можете использовать его в игре. Так, что у нас дальше? Добавлен новый тип существ, механизмы. Собственно, вот эти 120 карт и посвящены этому. Союз другие механизмы, они могут произойти неожиданные, а порой весьма разрушительные эффекты. Окей. В игру было добавлено новое интерактивное поле «Гоблины и гномы». Крутите шестеренки, дергайте за пружинки, только постарайтесь ничего не сорвать в процессе. Я вчера на этой арене побыл, на этой площадке, да. Она действительно очень клевая. Вот. Там много всяких новых приколюшек, да. Вот. Которые, мы надеемся, сегодня с вами потестим. Из вас привет. «Привет, Синдьябл» будет? Будет, скорее всего. Так. «Выгру добавить режим зрителя». Я вам, в принципе, уже это показал. Работает очень круто. «Разделите с ними радость и победу». Приключите режим зрителя. Можно в списке друзей нажать в кнопку «Проставить в качестве зрителя» рядом с именем друга. Самое главное, друзья, что работает это все быстро, без проблем и прочего. То есть работает все очень клево. Дальше. У нас изменились ровно три карты. Давайте посмотрим их. Первая карта – это осветительная ракета. Стоимость ее увеличилась с одного кристалла до двух. И обратите внимание, что распылив эту карту, вы получите иное количество пыли, если бы не было данного бафа. Так что у вас, если много осветительных ракет, то вы, в принципе, можете заработать немного пыли. Распыление стоит абсолютно столько же, сколько и крафт. Сто пыли. Маквилл, привет. Вторая карта – это Лока, Ожог души. Его тоже понерфили, скажем так. Он стоил ноль кристаллов. Теперь его можно использовать за одну ману. Это, в принципе, правильно. Давно пора, потому что слишком имбовая она была у Лока. Слишком имбовая. Теперь, собственно, стоит вместо ноля кристаллов один. И самая главная обида, которая лично меня постигла – это аукционист. Аук... кристалл, собственно, в его стоимости. И, конечно же, это немножко попортило колоду. Мои мир-роги. Я, собственно, вытащил одного аукциониста. Вместо него положил спринт. Но сегодня мы с вами будем еще играть констру. Я вам покажу, как работает немножко видоизмененная колода. Так, едем дальше. Здесь мы все почитали, здесь мы почитали. Ну, здесь, собственно, Близзы приводят некоторые свои аргументы в пользу того, что они делают. Вот. Можете с ними ознакомиться. Ну, смотрите, общее мнение такое, что ракета и ожог давно пора. Потому что ракета, на самом деле, как была имбовой, так и осталась. Она снимает маскировку, она снимает все секреты. Она дровывает одну карту, так что, я думаю, как ханты ей пользовались, так и будут пользоваться. Ничего это такого глобального не привнесло. Вот. Она как была имбовой, так и осталась. Просто ее стоимость стала адекватной. То есть, ранее задние кристаллы вы имели слишком много преимуществ перед другими игроками. Что касается аукциониста, ну, тут Близзы тоже пишут, что способность карты гоблин-акционист потенциально позволяла игроку получить много дополнительных карт за небольшую стоимость. Получить преимущество по картам очень важно в игре, а с другой стороны, матчи, в которых игрок может вытянуть всю свою колоду, менее интересно. Эти изменения помогут выправить ситуацию в отношении карт гоблин-акциониста. Ну, это, конечно, дико выправляет эту ситуацию в ту сторону, что игроки будут отказываться от этих карт, а друиды там ее используют, например. Майроги и прочие роги. Вот. Я уже одного аукциониста выкинул, ибо слишком дорогой он стал. Ну, и ожог души. Это, понятно, давно пора, потому что ноль кристаллов за четыре урона слишком имбово было. Вот. И это, в принципе, позитивные изменения. Здесь я полностью поддерживаю Близзов. Намир, привет. Всем привет, друзья. Всем привет. Каким были внесены исправления? Теперь самое левое существо на заполненном поле боя противника. Опять можно выбрать цель, если антимагия отменяет секрет. Наздорму снова дает игрокам всего 15 секунд на ход вместо 30. Был такой багетц. Кровавые бесы больше не могут выбрать целью владычицу бесов, если у той больше не осталось хп. Она мертва, джим. Барон Ревендер, при включении Накс Рамос, подчинил кондиционер и больше не принимает в себя заклинание ледяная стрела. Окей. Безликий манипулятор научились копировать делящегося слезняка вместе с его эффектом. Вот это очень круто. Потому что это неплохая была комбо-вомба. Благ привет. Карта Безликий манипулятор теперь правильно работает, выбрав целью существа способность вступления. Окей. Друид Когтя принял свою звериную сущность и отныне становится зверем, когда принимает облик кошки или медведя. Хорошо. Визуальная какая-то, видимо, тема. Множество искусственных существ отныне являются механизмами, что открывает дополнительные тактические возможности. То есть это старые карты, которые стали теперь механизмами. Это уборочный голем, поврежденный голем, тревога-бот, разрушитель, механо-дракончик и удивительное изобретение Гелбина-мегакрута. То есть это старые карты, которые стали механизмами и будут синергировать с новыми картами. Это, я думаю, понятно. Кент-Узад утратил часть силы, больше не будет воскрешать самого себя, погибнув от улг Рагнаросса, Повелителя Огня. Это был известный багет, о нем очень много писали на форумах. Вот Близзы, наконец-то, в патче 2.0 это пофиксили. Гном из всех сил трудится над тем, чтобы починить улучшение Гоблина, после чего нашим инженерам пришлось вмешаться починить то, что накрутили Гнобль. Кстати, было исправлено многочисленные графические и прочие неполадки. Ну, в общем, патч 2.1, о, пют, что я его все 2.1 называю, 2.0, он внес не только фиксы по картам, новые карты, но и визуальные исправления, что, в принципе, не может не радовать. Напоминаю, друзья, самое главное, что вам доступна одна аренка, бесплатная аренка, которую вы можете получить, войдя в игру до 9 декабря, в арену. Обязательно войдите, эта арена будет абсолютно бесплатная, сейчас мы ее сыграем. Вот. Что хочется сказать? Хочется сказать, что очень приятно, что Близа модифицирует игру. Мне лично очень радует режим наблюдателя. Это вещь, которая явно напрашивалась давно. Вот. И классно, что ее сделали. Именно так все работает быстро, четко и офигенно просто. Вот. Так что теперь вы можете не открывать стрим, а просто заходить к этому человеку и, собственно, играть. Точнее, смотреть, как он играет. В общем, все довольно-таки круто.